Купол Операция Купол Операция Купол существует с 90-х годов, если не с конца 80-х годов. Но тогда еще об этом не было ничего известно. А потом все больше и больше мы не до конца понимали, что такое Купол. Очень много организаций было названо в честь этого. Купол, Купол там, там военная операция Купол. Здесь какая-то коммерческая операция Купол. И даже Лужковский ресторан где-то, по-моему, в этом, в Трехлистнике, на Арбате, который Арбат переходит в Кутузовский проспект. Помните, это здание Высотная ВЭФ. Оно тоже где-то там было написано под Куполом ресторан. Вернее, Купол был ресторан. Купол – нечто другое, друзья. Когда называли операции «Под Куполом», имели в виду, что все те операции, которые под Куполом, каждый хотел при маститься к той большой операции, которая называется Купол. Та громадная операция, которую мы сейчас на себе и ощущаем. Эту самую операцию. И вот в рамках этой операции, когда народ начинает понимать, что мы все живем, вся наша Земля под Куполом, нет, Вы можете говорить, что Вы живете в космосе, Вы все летаете, знаете планеты, 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 все кружатся, кружатся вокруг себя и вокруг непонятно чего. Вот планеты в космосе кружатся. Никак мы где-то не приземлимся, никак мы не остановимся, нас пугают. То есть нам вбивали в голову все время неправильную информацию. Физика работала отвратительно. Вся была лживая. Астрономия, астрология, все лживое. Ничего этого нет. Но однако же мы верили, потому что нас так воспитывали. Но можно верить до какого-то момента, когда ты накапливаешь, накапливаешь знания чуть больше, тогда ты начинаешь понимать, что все сплошное ложе. Мы живем под Куполом, куда никогда не падают никакие метеориты, чтобы Вы понимали. Никакие звездные войны нам не грозят. Звездные войны возможны только внутри самого купола, когда те там, которые наверху построили себе города над нами, над нашей землей. То есть нам кажется, что мы здесь пупы земли. Вот у нас такая земля, где мы кружимся, кружится, вертится шар голубой. Вот примерно мы так с вами живем и думаем, что это так. Однако же все это, конечно, вранье, вплоть до того, что вообще состояние нашей земли и космоса, оно совершенно иное. Нет, мы можем называть и Земля, и космос, оставить все старые понятия, просто оно работает по-другому. И вот у нас есть такой Илон Маск, богатейший человек и большой ученый, товарищ Сталиновый большой ученый. Но здесь теперь Илон Маск в рамках такого мирового значения тоже у нас большой ученый. Под куполом. Так теперь Илон Маск будет нам диктовать свои условия. Илон Маск рассказал о первой базе на Марсе. Где та база, где тот Марс? Нет, друзья, это строится новый огромный город, может быть, друзья, который хочет выйти куда-то за пределы нашего купола. Возможно это или нет? Но, друзья, как можно сказать, когда ты не понимаешь вообще строение своей собственной Земли. Поэтому то, что он рассказывает нам про Марс, вот здесь так написано. Глава SpaceX Илон Маск рассказал, как он видит, внимание, первую человеческую колонию. Друзья, колонию. Что в нашем понимании колония? Да то же самое, что и в их понимании колония. Колония это, скажем, собрали людей, выбросили на Марс. Они там, ну не в кандалах, но примерно почти в кандалах. То есть это колония принудительная. Вся наша цивилизация – это тюремная цивилизация. Поэтому он и видит свою человеческую колонию на Марсе. По словам миллиардера, сначала люди будут жить под стеклянными куполами, так как терраформирование займет очень долгое время. Когда первые земляне отправятся осваивать новые планеты, я боюсь, мы не доживем до этого времени, друзья, потому что за все это уже заплачено, чтобы землю разрушить. У них есть бункера, у них есть там наверху где-то в космосе над нами построенные города, которые летают там. И нам рассказывают, что это какая-то иная цивилизация. Ну да, она потому что не подчиняется нашим законам. На Земле у нас одни законы, а там наверху совершенно другие законы. Нам говорят, что это космос, нам говорят, что это какие-то другие планеты. Ну что же, если города, построенные искусственно, в небе над нами будем называть мы планетами, почему бы нет? Конечно, тогда это все планеты, которые кружат вокруг нас и непонятно, что сбрасывают еще на нас с вами. Итак, инженер Илон Маск, который известен своими масштабными планами по освоению Марса, рассказал о том, как будут жить первые колонисты Красной планеты. Один из фолловеров Маска поинтересовался, где будут жить люди, которые отправятся с миссией на Марс в числе первых. Он хотел узнать, будет ли планета к тому моменту терраформирована или принадлежащая бизнесмену компания SpaceX придумает альтернативные способы выживания. «Сначала колонисты будут жить под стеклянными куполами. В конечном итоге терраформируем для поддержки жизни, как на Земле», заявил Илон Маск. Я, друзья, в жизни своей тоже пережила эту возможность жить под куполом. Я родилась на Чукотке, и нам там в конце 60-х годов стали писать в газете «Советская Чукотка», стали писать о том, что у нас собираются строить купола над городом Анадарем. Да тогда уже собирались строить, друзья. Ничего нового Илон Маск не придумал. Вот прошло столько времени, и ничего нового. То есть людей, как дураков, водят по кругу. За один и тот же крючочек. Крючочки все одни и те же. А люди продолжают верить и говорят, вот мы же живем в 21 веке. А вы знаете, что еще два века назад была совершенно иная цивилизация, которая была гораздо интереснее нашей, гораздо симпатичнее и умнее, можем так сказать. Но мы вот такая цивилизация рабов, которая цивилизация, собственно говоря, рабов не то что рабов, а заключенных, мы живем на нашей земле. И нас сделали всех заключенными. Мы все в каких-то рамках находимся, что очень трудно понять вообще мы, что делаем на этой земле. Мы для чего рождаемся. Мы никак не видим зацепку за нашу жизнь. И то, что Илон Маск рассказывает нам свои байки, ну да, они перегоняют деньги куда-то. Они строят новые себе базы. Базы в космосе. Базы там, скажем, пытаются землю в сторону земли санниковой в Арктике тоже осваивать. Тоже хорошо. Почему бы нет? Под землей что-то роют куда-то. Но только это не для людей. Это все для них. Они богатые люди на земле. Они, знаете, играют в свои песочницы, о которых мы-то ничего практически не знаем. Мы обычные люди. Мы обычные люди. Умные, неумные, неважно. Мы просто не встроились в их команду. Команду, которая находится при них. А поэтому нам приходится пожинать плоды своей умственно глупой деятельности, когда мы не встроились в их команду. Что делать, друзья? Вот терраформирование, очень долгий процесс, рассказывает нам Илон Маск. И для нашего жизненного цикла это будет, ну, видимо, слишком долгим, не таким, как мы с вами живем. Однако мы можем успеть создать человеческую базу на Марсе. Так рассказывает нам Илон Маск. По крайней мере, когда в будущем какая-то космическая цивилизация обнаружит наши руины, то они будут потрясены тем, как далеко мы зашли. Вот вы понимаете, зачем нам рассказывать о каком-то умнейшем человеке Илон Маске, который пропагандирует такую доктрину, что какие-то они там построят обломки цивилизации, а вот какая-то другая цивилизация найдет эти обломки и будет потрясена умом Илона Маска или той цивилизации дураков, которая построила эти обломки на каком-то Марсе. Зачем нам это тюривать в наши головы? Ведь кто-то, наверное, верит. Я так и не могу понять, кто может ему поверить. Но ведь самое главное, что отмываются деньги, самое главное, что они проводят в космосе определенную операцию под куполом. Да, купол под куполом. Это идет большая операция по строительству городов. Земля должна стереться. Земля, как они считают, должна обновиться. То есть земля будет взорвана, все здания, строения все будут снесены, друзья. Мы останемся с вами буквально в нищем состоянии, когда сами будем из коры деревьев делать себе лапти. Не верите? Вам кажется, что все это останется? На что новое оружие? Оно как раз и на то направлено, чтобы не оставить вам ничего. Оставить только руины и ту одежонку, а то и останется ли на вас эта одежонка, неизвестно. Знаете, в 50-х годах был поставлен фильм про Италию, о том, как там после бомбежек. Мы же не знаем, когда закончилась война Вторая мировая. Нам говорят, мы только верим в то, что нам говорят и пишут. Что вот, вот оно, вот оно так было. Есть какая-то кинохроника, как на самом деле неизвестно. Так вот, я когда-то смотрела один фильм, поставленный в конце 50-х годов, о том, как в Италии во время войны, вероятно, была ядерная бомбардировка, потому что солнца не было совсем. И это было современное время, наше, вот время военное. Показывали люди, как одеты в ту самую одежду, как вот во время войны. То есть женщины с горностаевыми такими воротничками, какими-то шляпками, боты какие-то на ногах. Вот эти люди, они остались только в том, что было. И они бежали на ту секунду, в какое-то место одно бело солнце выходило. И они бежали и вставали там друг к дружке, в этот кружочек, и грелись под этим самым солнцем. Вы понимаете, мы не знаем, что такое была наша война. Сейчас мы ожидаем то же самое. Но нам об этом не говорят, потому что Илон Маск нам забивает головы своим Марсом. Потому что в космосе они строят города. Один за одним они уже отправили туда самых богатых людей, а на Земле остались только их 3D-изображения. И людям. Ну, понятно, что люди не могут быть слишком умные, потому что стадо никогда не отличается умом своим. Вот им кто-то рассказывает, что какой-то Трамп, какой-то Путин борются против педофилов, против острова Эпштейна. Ну, вот люди верят, друзья. Жалко, что люди верят. Они и поэтому стоят за Трампа, потому что они верят, что кто-то там спасает детей и наказывает. Друзья, нельзя в это верить. Это опять-таки отвлекающий маневр. Многие из них, о ком вы думаете, они улетели давно туда, под облака. Там они под куполом находятся. А вы думаете, что они вкусили свое наказание? Кого наказали? Покажите, где кого наказали. Ни разу никого не наказали. Илон Маск, вот, кстати, рассказал, что он несколько лет подряд вынашивает планы по заселению Марса землянами. Выступая на позднем шоу в 2015 году, Маск заявлял, что Красную планету можно превратить во Вторую Землю. Мы свою-то не освоили. У нас своя земля вся пустая. А мы рвемся туда, куда-то, непонятно куда. Понятно, что мы никуда не рвемся. Понятно, что это только сладкие пилюли для глупого человеческого мозга. Ну вот, сделать они хотят Вторую Землю, сделать хотят ее теплее. И вот что интересно, что для этого он предложил провести ядерную бомбардировку Марса, чтобы растопить гигантские ледники и выпустить в атмосферу огромное количество углекислого газа, который создаст парниковый эффект. Вот как у людей устроена голова. Человек, хомо сапиенс, абсолютно несовершенные животные, друзья. Это дикое и глупое животное, которое может только разрушать. Больше ничего не может. Ядерная бомбардировка другой планеты. Я думаю, что мы это можем ожидать и на себе. На нашей Земле точно так же Илон Маск предложит, может быть, он уже и предложил, мы просто этого не знаем, провести ядерную бомбардировку с тем, чтобы не осталось людей. Но мешают они, как их уничтожить. А ведь помимо ядерной бомбардировки, друзья, есть и другие виды оружия, которые, вот как мы наблюдаем в Калифорнии, когда там поджоги домов, дома внутри все выгорают, деревья стоят, нетронутые. А дома все выгорают. Почему это происходит? Машины горят. Да потому что такое оружие со специальным направлением, свойства специальные, есть у этого оружия. Вот Илон Маск и пробует. Если это будет опробоваться где-то в одном из районов Африки или в одном из районов нашей Сибири, мы об этом не узнаем. Будут взорваны, будут взрываться. Какие-то установки, даже города, если взорвут там, где есть селение, кто вам об этом расскажет, друзья? Никто это даже знать не будет. Когда бомбили Чукотку в 1950 году, кто знал об этом, друзья? Никто не знал. Уэль-Каль бомбили. Там был аэропорт. Бомбили Уэль-Каль. Почему никто не знал об этом? А мои родители шу-шу-шу. Нельзя было об этом говорить. КГБ везде имело свои большие уши, поэтому об этом говорить нигде нельзя было. У меня мама на Чукотке с 1947 года жила. Друзья, бомбили Уэль-Каль в 1950 году. И шли бомбардировки. А потом шли бомбардировки Аляски. Об этом мы с вами поговорим еще раз и поговорим в другом месте. Но я хочу еще вернуться к Илону Маску, который говорил также, что на тех землях, где будут селиться вот эти люди, будь то Марс, или, может быть, это просто города над нами, там не будут действовать земные законы. Вообще. Земные законы действовать там не будут. Там будут написаны, я так полагаю, свои законы, которые рассчитаны на ту богатую часть публики, которая уже живет на других планетах над нами. А ваше дело, верить или нет? Ну, потому что мозг примитивный человека, он не может поверить в то, что существует что-то, нечто другое. Но для того вы и примитивные, для того и держит человека в стадии. Человек, друзья, это примитивное животное. Поэтому что-то требовать от человеческого разума, чтобы он подумал. Да, многие развиваются. Те, которые знают больше информации. Те развиваются. Те, которые пытаются себя настроить на развитие. А если вы настроены только на секс, на удовольствие и мани-мани, то, друзья, вы никогда не будете знать, как на самом деле живет человечество, какие законы и как развивается человечество. Вы будете находиться в низине человеческого общества. Да, кстати, в ближайшее время, я так полагаю, общество разделит на касты. Об этом поговорим мы в следующий раз. Я Таня Карацуба, Сиинбурхан. Субтитры сделал DimaTorzok